...давно и, в принципе, медленно, наверное, отмечается от свежих. Ощущение того, что по цене продаем нет, и сочетание придет к естественному процессу авторизации. Деловые СМИ сообщили, Москва одобрит сделку, если государство получит золотую акцию, реже тренинг. Иными словами, Россия якобы потребовала кушным бирже право введать для решения всех ключевых вопросов. А если совсем просто, дать во всем возможность контролировать компанию. Например, структурировали, прятая в СМИ на это творится. Позже ФАС официально проверил информацию о плате рации. А вредно сообщили о других условиях. Например, продать биру, затечку данному инвестору, если в СМИ возникла проблема с работой в России. И, по данным журналистам, компания это возникла. Такая сделка по требованию ФАС приостановлена. Видимо, российские власти хорошо помнят, как среди нынешних назвали иностранную альпансию, в том числе изучать тему шлюпбережа. Тогда в северных кругах появится термин шлюпберизация. Михаил Сафонов, Бизнес-Окран. Светлый комитет просит решить неприкосновенности депутат ГОДУМа комбартии. Светлый комитет. Светлый комитет. Как заявил представитель СКР Владимир Маркин, речь идет о похищении здания стоимостью 127 миллионов рублей. Организовал в совершении указанных преступлений и руководил их исполнением, по словам Маркина, депутата Вороненкова. Его коллега партии за предкомистью Госдумы по аккредитационному законодательству Вадим Соловьев заявил, что в СМИ защищать Вороненкова в рамках закона. Продолжение следует... Это был депутат Госдумы Вадим Соловьев. Ну, в свою очередь, первый зампред ЦК КПРФ, первый спикер Госдумы Иван Мельников, заявил, что это странно после тех событий, которые были на прошлой неделе. Я напомню, что 27 марта Денис Вороненков женился на оперной певице и депутате Госдумы Марии Максаковой, сыграв первую в истории российского парламента своего депутата в разных фракциях. Сама Максакова заявила бизнес-эфром, что дело не имеет судебной перспективы. Три слова, с 11 года делают спутники, привлечь Вороненкова по данному делу, но не одна из них уничтожилась в обликах. Далее, Ирина Савельева, основные цифры создавали. Выпуск представит А, независимость, например, автор, О, независимость, Алиса, Тилер, БМВ. Малента, Кур, Рубля. В Куритово на Московской бирже рубль подрастает в доллар и евро в среднем на 0,2%. Американская валюта сейчас торгуется на отметке 55.36, евро 60.38. Официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 56 рублей 52 копейки, евро 62 рубля 4 копейки. Нефть. Цены на черное золото умеренно снижаются. Контракт на заплатехасскую нефть стоит к этой минуте 51 доллар 40 центов за баррель. Бочка североморской бренды дает 57 долларов 40 центов. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок